Привет! Получили посылку. Дождь идёт, несёт насто, потому что я вчера спину немножко надорвала с этим арбузом, с этим пакетом огромным. Теперь спина болит. Ну что, сильно тяжёлая? В общем, придём домой, покажем вам. Мы дома. Посылка на месте. Такая вот лампа. Классная. С Амазона сейчас по акции 40, ой, она стоит 43. Стоило, не помню, сколько, не запомнила. Надо же ещё её установить правильно. На улице опять дождь, вы видели, вообще невозможно, просто жара, да, но дождь. В общем, сейчас откроем и покажем вам. Одну часть открыла. Так, всё аккуратненько, в пакетике. Теперь качество стримов и видео будут лучше, да, Настя? Не обращайте внимания сзади на бутылки, это мы будем их сдавать. Там их очень много. Не знаю, Настя, сколько там штук тех бутылок. Не знаю. Вообще. Вот. Конструкции, как правильно их склассить. Ох, сейчас нам предстоит, да? Да, я не знаю, я не думаю, что... Какой пультик. Что-то тяжёлый, даже не знаю, ну хотя бы, что-то тяжёлый. Сейчас будем разбирать. Такое, thank you. Что играет в нас. Так, вот такая. Я думаю, что она должна быть очень классной. Да, Настя? Да. Сейчас буду соберать. Ну а тут у меня целая инструкция, как правильно всё это сделать. В общем, тогда уже соберём и включимся, да, Настя? Не буду всё это снимать, потому что надо вникать. Так, так. А-то всё я установила. Вот. Нашу подсветку. Сейчас я вам покажу, как она переключается. Так, смотрите. Вот так. 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 Короче, можно сделать даже ярче. Сейчас я вам переключу оригинал. Вот. И я делаю ярче. Вот. Я сделаю самый ярче. Так, свет. Вот такая. Здесь можно сделать её ещё выше, кстати говоря. Раскручиваются вот эти штучки. И выдвигаются, выдвигаются. И делаются выше. Но это средняя длина. Но, в принципе, нормально. Сейчас давайте выключим свет. И посмотрим, как она будет, если вот будет темно. В принципе, нормально. Но я же не вставила телефон. Вот сейчас я попробую снять себя, кстати, в этом видео. С этой подсветочкой. Посмотрю на себя, как она, что. Всё. И покажем вам. Я думаю, будет очень-очень красиво. Смотрите, это специальная штучка, чтобы ставить сюда телефон. Вставляете телефон, направляете вам. В каком положении вам нужно направить телефон. Включаете. И всё. Вуаля. Будет очень красиво. Давайте вместе с мной посмотрим, как же это будет подсветка. Работать своим телефоном, можно так сказать. Мне очень-очень интересно. Ну, а так, ничего себе. Так мне симпатичненько. Давайте вместе со мной посмотрим. Всё, ребята. Я включила подсветку. Ближе не подхожу. Боюсь, что будут видны все мои прыщики. Да и вообще в общем. Но пока не темно. Просто на улице светло может не так отображается. Но если ближе подойти, всё очень хорошо видно. В принципе, лампа довольно неплохая. Мне пока что нравится. Первый раз её использую. Аня пока что может не видеть. Но я её включала так. Без камеры показывала. Она сказала, ничего так. Вот. Напишите, как вам. Сейчас давайте попробуем другие яркости ещё раз. Вот. Видите? Это красный я сейчас включила. Это разноцветный. Вот. Синий. Синий-жёлтый даже есть. Вот. Смотрите. Ну, сейчас просто не темно. Поэтому. Вот. Смотрите. Это прямо для ТикТока какая-то яркость. Здесь разноцвет. Диско-диско. Давайте на классику перейдём. Сейчас. Хочу включить. Ну, где оригинал? Во. О. Всё. Идеально. Так вот. В принципе, что хочу сказать. Очень классно. Потому что эта штука... Я себе зато спокойно смогу поставить. Себе зеркало поставила. Бровки накрасила. И сейчас я всё идеально вижу. Даже в камере. Без всякого зеркала. Так что мне очень понравилась подсветка. Теперь я могу идеально сделать себе брови. Ну, обычно я сколько слышала, что да. В салонах используются. Сейчас уже начали применять. Везде. Вот эти подсветки. В каждом салоне. Без них никуда. Реснички. Бровки. Все, кто занимаются. Профессионалы. То они покупают вот такую лампу. И используют её. Для фотографий. И так далее. В принципе, я же говорю. Я очень-очень довольна. Такой лампой. Я Аня тоже довольна. Так что будем снимать теперь видео. Когда вот будет темнеть. Также, я думаю, прямые эфиры. Когда вот потемнело. Свет не особо хочется включать. Включил себе лампу. И всё. Сиди себе. Снимай стрим. Видео и так далее. Как-то так, ребята. На этом. Напишите, понравилась ли вам наша лампа. Как подсветка. Я думаю, у меня сейчас очень хорошо заметно. Кожа. Всё. Очень-очень заметно. Если подойти вообще. Ну, мне кажется, очень. Прямо отображение в глазах даже. Этой подсветки. Так что, как-то так. Так, ребята. Что ещё мы хотели вам рассказать? Хотели рассказать сегодняшнюю ситуацию. По поводу почты в Германии. Дехэл. Посылки, которые приходят домой. И вы должны получить свой товар, да? Сегодня была такая ситуация, что мы не получили никакой посылки. Нам пришлось идти. Это не к тому сказано, что вот мы какие-то ленивые. Нет. Сама суть. Сегодня никто в домофон не звонил. Никакой курьер не поднимался. И не заносил нам посылку. Хотя они должны были обязаны. Всё потому, что я уже догадалась. Посылка была тяжёлая. И, походу, они так им нравятся. Видимо, они так хотят делать, что вот. Ну, посмотрю. Тяжёлая посылка. Подниматься не буду. Поэтому закину листочек. И они сами пойдут за посылкой своей. Это неправильные ребята, кто работает на такой работе. Так, ну, как-то махлюют. Я не знаю, как это называть правильно. Потому, что это уже не первый раз мы замечаем. Ну, и когда мы... Именно, когда человек в доме, да. Этот человек, может, подумал, что... Ну, курьер подумал, что вот. Может, они и на работе. И вообще, я не хочу ту посылку поднимать. Высокий этаж, по ступенькам подниматься. Посылка, да, правда, была тяжёлая. Не знаю. Курьер, может, девушка была. И она так подумала. Но это ихняя работа. И они должны, конечно же, как-то, я не знаю, всё делать по-правильному, по-честному. Но произошла такая ситуация, которая реально меня расстроила. Меня лично. Ну, и Аня тоже это говорю. Мы не понимаем, как можно относиться к любой работе. Это твоё дело. Ну, типа, я не знаю. Понятно, что мы не будем с этим разбираться. Лезть туда. Ну, такое себе. Но отношения вообще не понравилось. Когда ты находишься дома, и ни одного звонка в домофон не было, за целый день не было, пока мы не вышли на улицу, я открыла ящик. И там стоит, конечно же, это же письмо. Пожалуйста, пойдите на почту, заберите свою посылку. Потому что в такое-такое-то время мы вам приходили, там же пишется, типа, в 2 часа дня, в 14.20, да, нам звонили в домофон. Но никто же в это время, я была дома, я играла себя в телефоне, помню, в приложении у меня было. Никакого звонка в домофон не было. Также Аня была дома. Как это? У нас домофон работает. Но почему-то вот курьер решил, что он не поднимется, не занесет посылку, а просто закинет в ящик бумажечку, и человек в себя свободно пойдет, сам заберет свою доставку, там, своего товара. Ну, реально, это для меня до сих пор непонятно, потому что это уже не первый раз именно их с почтой, вот отношения в плане почты, мне вообще не нравится. Почему они так делают? Но даже Аня когда-то один раз ей приходила посылка или что, я уже не помню, ну, что-то было. И Аня подзвонила, значит, курьер подзвонил нам на домофон, Аня не успела добежать, но она открыла потом. Минута он нажимал, нажимал, Аня выбегает, нажимает тоже на домофон, чтобы двери открылись. Уже выбегает, а его нет. Ну, как это понимать? И он тоже закинул просто листик этот, с которым ты можешь отправиться на почту и забрать, ну, свой товар. Как это вообще понимать? Типа, для вида делают такое, хочу, позвоню в домофон, захочу, не поднимусь на этаж, захочу, вообще ничего, просто в ящик закину, письмо и все. Ну, честно, отношения непонятные, курьеров. Я не понимаю, почему в почте такое, видимо, они себе такое могут позволить. Не знаю, мне не нравится, потому что реально мы были дома, мы дождались, мы ждали сегодняшнего дня, чтобы получить вот лампу. Ну, плюс еще пошел дождь, и как бы, ну, неудобно было. Неудобно, потому что дождь пошел, могла бы коробка намочиться, мы бежали, потом на автобус резко забежали, потому что просто коробка разорвалась бы, лампа тоже скло. Это ж все равно скло, и все, ну, типа, я знаю, разбился товар, и все, его бы не было, никто бы с этим бы не разбирался. И я не понимаю, как это вообще отношение такое курьеров на этой почте. Так что как-то так, мне не понравилось, не знаю, напишите, было у вас такая ситуация или нет, попадались ли вам такие курьеры. Ну, меня не радует это. Так что все, ребята, на этом все, будем прощаться до следующих серий вместе с нами. Уже будем с лампой работать, увидим, как она будет ночью. Не знаю, хочу ночью попробовать, сегодня включимся, может быть, но я подумаю с Аней. Так что все, до скорых встреч, всем пока!